Все упражнения делаем без сопротивления со стороны малыша. Если малыш не хочет делать то, что вы ему предлагаете, занимайтесь тем, на что он согласен, и постепенно добавляйте новые упражнения. Все эти упражнения безопасны для любого здорового малыша. Мы делаем такую разминку дважды в день, утром примерно в 8 часов, и второй раз в 4 часа дня. Вечером у нас фитбол. Зарядка, как вы видите, доставляет малышу удовольствие. Мы занимаемся такой зарядкой с первых дней после роддома, и, конечно, Вика уже привыкла, любит и очень спокойно на это реагирует. Скручивание отдельная история. Если у вас колики и вас мучают газики, то это упражнение отлично их выводит в комплексе вот скручивания и прижимания ножек к телу после этого. Поэтому последнее упражнение называется пуп. Следующее упражнение лягушка. И мы делаем поворотные движения и увеличиваем кровоснабжение тем самым в области тазобедренного сустава, чтобы он правильно формировался. С Дашей у нас была рекомендация делать порядка 1000 поворотных движений в сутки. Соответственно, это зарядка каждое просыпание, поэтому навредить здесь абсолютно точно нельзя. Все эти упражнения очень и очень полезны. И последнее это перевороты малыша. В какой-то момент приходит время научиться переворачиваться в одну и другую сторону. Так вот такая практика. Правильные движения туловища руками и ногами помогают малышу определиться с тем, как все-таки это происходит. Не помогаем, не заставляем, просто учим тело делать правильные движения. Дальше ручки и ножки. Для того, чтобы проводить их массаж, я использую какое-нибудь массажное масло. Так получается гораздо приятнее малышу и вкусно пахнет. На руках и ногах находится масса точек, которые в акупунктуре используются для того, чтобы массировать внутренние органы, усиливать кровоснабжение к ним. Да и невролог любой скажет, что массаж ног проводить просто необходимо. Крутим стопы, мнем их, проводим пальцами по ребрам, мнем пальчики. То есть доставляем как можно больше разных ощущений. И есть стандартные упражнения. Это восьмерки, семерки, девятки, шестерки. Все упражнения направлены на то, чтобы пальчики на стопе сгибались и разгибались, расправлялись. Субтитры создавал DimaTorzok И последний по порядку, не далеко не последний по значению, ручки. Во-первых, ребеночек должен научиться раскрывать ладонь. Понятно, что это может все произойти само собой, но если мы будем помогать организму в тех вещах, которые для него являются приоритетными, сделаем только лучше для мозга. Между двумя пальчиками указательным и средним находится точка, которая улучшает пристальтику кишечника. Поэтому для малышей очень полезно выводить именно в это место, например, сороку-ворону. А также большой палец отвечает за мозг, за голову в нашем теле, поэтому его массажу я уделяю отдельное внимание. Я кручу его в разные стороны, сгибаю, ну в общем, даю ему больше внимания, чем остальным пальчикам. В целом все упражнения заключаются в том, чтобы поворачивать пальчики, помять, потянуть. И мое любимое – это дать малышу почувствовать себя сразу в нескольких местах одновременно. Когда ты не знаешь своего тела, не знаешь, что у тебя две ноги, две руки, голова и все прочее, очень интересно потрогать себя сразу и ногами, и руками ощутить. И я вижу, какая прикольная реакция у моего ребенка.